Здравствуйте друзья, я вас приветствую на канале OpenWeb. И у меня садится бедаик. Благо это у меня много тема нашего разговора модуль экспресс для Node.js. Данный модуль позволяет нам открыть АСТТП сервер, а для чего открыть АСТТП сервер, ну указан в их сайт сам. Благо в Node.js делается очень-очень-очень просто. В основном Node.js используется для открытия серверов для IPI, так как это умещается в малое количество строк кода и работает очень сустро. Давайте попробуем разобраться как сделать. Давайте зададим файл, например, server.js. Сразу объявляем переменную экспресс для нас в модуле, рекверим экспресс. Вторая переменная нам нужна будет АСТТП, который подгрузит к себе библиотека АСТТП, рекверим АСТТП или HTTP, кому как угодно, а то я знаю у вас сколько они рвутся от этого. И объявим переменную АПП для работы с библиотекой экспресс. Вах сервер равно АСТТП точка крейт сервер. Откроем сразу порт листин. По 70-й порт у меня, наконец-то занят апатчем. И откроем, например, трехтысячный порт. И сразу сделаем обработку корневого нашего раздела для покраневой ссылки. Для этого вызовем нас АПП. И как во всех АСТП серверах, у нас есть два вида запросов, GET и POST. В данном случае нам нужен GET. Первым атрибутом функции GET является ссылка, в нашем случае корневая. А вторым атрибутом нас функция, которая в свое время нечет нас две перемены. Это request и result. Чтобы нас им пользоваться либо отправить функции RES, нам нужно вызвать функцию SEND. Отправим ему, например, thisisisindex. Проверяем. 327, порт на 3000. А, ну да, конечно, сервер-то надо запустить. И тебе другое дело. Thisisindex. Давайте для примера сделаю обработку, например, какой-нибудь раздел, в которой есть хотя бы одна переменная. Допустим, раздел у нас будет page. Переменная будет ID. Вместе с тем, мы указываем нашу переменную. Опять стартуем нашу функцию request.request.res. И давайте отправим нашим пользователю сообщение вида page.id равно. Чтобы вытащить нас в переменной ID, нам нужно воспользоваться переменной request. в котором у нас есть парамс и нас в переменной ID. То есть нажимается нам нужно перебузить сервер. И после этого уже можно зайти по ссылке pmpage.jls33. Смотрим page.id33. Теперь вопрос, как нам обрабатывать пост-запросы. Для обработки пост-запросов app-post. Ссылка, куда ему приходится на запрос, например, пусть будет страница p.login. И функция отказа, как и в gate.net.request.res. Выведем нашим пользователю send.roading. А в консольном выведем, к примеру, то, что мы отправляем по address.body.name. .name. Делаем форуму. Форум. Экшен. .login. Форму закроем. Сделаем каком-нибудь input с именем как у нас указано name и кнопку submit. Не забыл указать метод. И еще самое главное. Для того, чтобы работал у нас пост, нам нужно дополнительную библиотеку. Называется она bodyParser. .bar.body.parcer равно request. Мы должны через функцию use определить, что мы будем все-таки парсить. .barcer.theson позволяет нам спарсировать, уже имеется, theson массивы. app.use.body.parcer.coded позволяет нам парсить, собственно, наши ссылки. Надеюсь, этот материал вам был полезен. Если так, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем чистого кода.